Привет, мои любимые зрители! Мы уже много раз рассматривали различные ресурсы, которые касаются игры Dota 2. Сегодня мы рассмотрим самый лучший сайт Вики. Dota 2 Вики. Это топовый сайт, где есть самая полная информация по игре Dota 2. То есть это будет что-то типа гид. Я буду ваш гид. То есть я путеводитель. Ну что ж, ссылка на сайт будет в описании. Dota2Gamepedia.com Очень много информации я черпал именно с этого сайта, создавая различные видео, видео особенностей, героев и так далее. Очень много нюансов. Вот так вот выглядит сайт вместе с рекламой. А слева у нас вот есть категории, главная страница, герои, предметы, магазин. И на самой главной странице вот мы видим здесь разделено на разные страницы. Что у нас здесь есть? Ну, во-первых, через изображение можно заходить в отдельную категорию. Есть ближайшие матчи, обновления. Обновления, видите, выходят стабильно. То есть описание обновлений на русском языке. Перевод обновлений. Последнее обновление игры 14 июля. Вчера, вчера. 58, 90, 76. А, турниры. Само собой, запомните, здесь будет самая полная информация интернешнл. Интернешнл 2015 года. Все интернешнл находятся именно здесь. То есть всегда смотрите данный сайт. Все турниры, список героев, новости, полезные статьи. Ну, это то же самое, что вот через навигацию заходить. Вот такой вот у нас сайт. Давайте быстренько пробежимся. Героя. На странице героев, да, здесь есть список всех героев. Ну, это, ну, название героя, его описание. Мы можем зайти в конкретного героя и прочитать его биографию. Насколько я помню, скорее всего, биография берется из доты самой. Там есть перевод на русский язык. И там, по-моему, оттуда копируется сюда. Характеристики героя. Реклама. Ты не будешь у меня высвечиваться. Его роль. История. А, голос. Самое главное. Еще смотрите, нюанс, да. Мне многие говорят, типа, почему ты Тускара называешь Таск? Потому что он сам себя так называет. У всех героев есть реплики. Голос. Нажимаем на реплики. И чтобы услышать, как правильно герой говорит, называет сам себя. Находим его вот в этом списке. Например. А, где у нас? Таск. Вот он. Находим данного героя. И вот он говорит, слушайте. Таска. Таска. Он называет сам себя Таск. То есть, с помощью реплик мы сможем услышать, как правильно на английском языке произносить различные слова. Например, имя героя. Ну, или его другие реплики. Описание способностей. Все как в доте. Но самое главное, в чем отличие от простой доты, здесь есть примечания, нюансы. Еще смотрите. У многих способностей есть примечания. Видите, написано. Но! Я вам советую смотреть примечания на английском языке. То есть, кликаем вот сюда вот, где английский. Потому что на русском языке всегда меньше примечаний, особенностей. Всегда меньше. Вот, например, фиссура, да? Одно примечание. Крепы будут ждать, бла-бла-бла. Смотрим здесь. Здесь гораздо больше примечаний, видите? Поэтому вот мой вам совет. Если вы хотите узнать все особенности героя, подробно смотрите примечания на английском языке. Видите, как много информации. Ну, само собой, потому что сайт изначально был на английском языке, а уже потом переводят на русский. Кстати, вы тоже можете принять участие. Здесь есть регистрация на сайте. Регистрируйтесь. И вы сможете тоже переводить информацию с английского на русский и добавлять в статьи. Ну, то есть, как обычная Википедия, наподобие. Посмотрели мы героев. Там описание способностей, всякие фишки и так далее. Дальше идут у нас предметы. То же самое. Список предметов отображается. Стоимость предметов. Есть список. Здесь есть все новые предметы в том числе. Заходим в описание нового предмета. Опять на его страницу перешли полное описание. И то же самое главное. Смотрите, примечание. Тоже отсюда я зачастую беру информацию для своих секретов. В первую очередь с английского языка я беру. Где страница на английском языке. Там есть примечание. Я смотрю и думаю, так, это подходит для моего видения. Ну, для моего видео. И об этом мало кто знает. Поэтому стоит снять данное видео. Видите, написано, кому рекомендуется данный предмет. И так далее. Механика и тому подобное. Потом, сама механика. Тоже по этой теме я делал видосы уже. А, это движок, герои, характеристики героев, броня, сопротивление магии. Я про все это делал видео. Типа урона, строения и так далее. Все это вы обязательно должны прочитать. Особенно, если вы новичок. Именно с Вики. Вот все игры, где я более-менее набирался опыта, да, я читал Вики. Например, Dark Soul там и так далее. Там еще была игра про выживание, не помню. Я изучал Вики и все знал досконально. Косметические предметы. Самое главное. Здесь также есть невыпущенный контент. Тоже интересная страница. Здесь показывается, что еще не реализовали и что могут реализовать. Вот у нас есть два героя. Абиссал и Арк. Ну, мы знаем, что скоро Абиссал уже выйдет. Вот это два героя, которых еще не добавили в Дота 2. Ну, здесь не написано, когда их добавят, но написано, что это уже в разработке. Вот написано, да. Статус готов, отложено, там крипы и так далее. То есть написано, что будет, что сделано и что не будет. Ну и что удалено. То есть раньше это было, потом это убрали. Очень интересная страница. Я вам советую тоже посмотреть. Много интересной информации. Вот, например, вот молот на Вайда. Видите, отложен. А почему он отложен? 2012 года отложили его. Ну, ладно. А, косметические предметы. Нам сразу показывают рекламу, видите. Косметический предмет. Телка и велик. Часы и велик. А, вот мы видим. Снаряжение, курьеры, варды. Ну, да, там ничего интересного. Теперь, что еще очень интересно. Смотрите. Сокровищницы. Да. Здесь полный список. Самый полный, где бы то ни было, список всех сокровищниц. И много своих нюансов. Вот вы видите. Огромный плюс в том, что вы можете в любую зайти, да, сокровищницу. И посмотреть, что в ней находится. Какие предметы. Какая редкость. Сокровищница, видите, она выпадает. Тоже можно обмениваться. Но нельзя ее продавать. Заходите в предмет. Можно прочитать про предмет подробно. И так далее. Для кого он. Можно посмотреть его визуально и тому подобное. Мне очень нравится эта страница тем, да, что здесь интересно искать старые сокровищницы. То есть, ты находишь какую-нибудь самую старую. И потом идешь на торговую площадку и покупаешь ее. И находишь какой-нибудь редкий предмет. Была такая тема, что я так сделал, да, купил очень старую. Там недорогая она была, рублей 70 стоила, да. И мне выпали дорогие предметы. Очень дорогие выпали. Вот они все сокровищницы. Некоторые из них выпадают, некоторые не выпадают. И другие предметы. Моя любимая страница, кстати. Реально интересно. Заходишь, типа, как история. И рассматриваешь. Вау, раньше были такие предметы. Когда-то это был редкий бонус. Афуриона Н. Ну ладно. Хорошо, идем дальше. Механику рассмотрели. А, самоцветы. Ну, киберспорт я уже вам рассказывал. Вот, новая страница недавно добавили. Я, кстати, ее даже не видел. Не зря я снял видос, теперь я буду знать. Добавили страницу пользовательские игры. Это мне как раз надо, потому что я записываю видосы. Кстати, кто не знает, эта карта самая популярная, да? Вот она. Это карта от самих Valve. Это они создали эту карту. Они выложили исходный код этой карты. Для того, чтобы разработчики карт могли использовать оттуда код. Чтобы они видели, к чему стремиться. Во, ништяк! Вот это мне нравится, реально. Вот я искал такую информацию, где будет инфа про разные карты. Так, чтобы я мог для вас снимать эти карты. Хорошо. Ну, вот вы видите, да? Страница с картами. Ее только сделали. Здесь написано последнее изменение. Вот она. Последнее изменение страницы 9 июля. Ну, и киберспорт. То есть, команды, игроки, турниры. Очень много информации. Ну, все, в принципе. Так что, советую вам. Постоянно читайте данный сайт. Постоянно, досконально его изучите. Это лучше любых новостей, поверьте мне. Здесь очень интересно. И принимайте участие. Помогайте этому сайту развиваться. Добавляйте информацию. Добавляйте пользовательские игры. Которые я потом буду здесь находить. И снимать видосы. Ссылка в описании к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok